Итак, ребзя, походу у меня сегодня день реакции, ибо аж сегодня аж целых три ролика с реакциями сегодня выходит. И один из них выйдет чуть попозже, и сначала у меня сегодня выйдут, точнее у меня сегодня сначала выйдет ролик про океану Ливза, и следующий ролик, то есть вторая реакция, блин, как бы мне сесть так, чтобы я полностью был вот так вот. И следующий ролик будет про кооп летсплей, про кооп летсплей, секунду, от Брайана Мапса и Анастасис. На какую конкретную игру сказать сложно, но догадки есть. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Наверное, вы не ждали нас снова увидеть так быстро, хотя прошло уже около трех месяцев. Да, Майя. Мне показалось, что она как бы свою футболку надела прямо на спинку этого кресла, мне показалось на какой-то момент. Это что было? В Насте уже демоны вселяются. Сегодня мы с Настей будем играть в хоррор-игру. Но нет-нет-нет-нет-нет. Игра очень интересна своей механикой. Это хоррор-кооператив, то есть сейчас Настя пойдет в другую комнату. В гардеробную. И будет там играть одна. Я буду играть здесь на компьютере. Айгак отзывается. А все, почему? Коронавирус. А, да, я забыл сказать, что... Добро пожаловать в рубрику, в мою. Летсплей с Брайном. Я игра в хоррор-игры по пятницам. Не знаю, когда выйдет это видео, надеюсь, что в пятницу. И как обычно, в конце, мы оценим эту игру по уровню страха от 0 до 10. Я сказала, что я смотрела летсплей, где девушка какого-то летсплейщика рыдала. Играя в эту игру. И хочет это повторить. Челлендж. Я думаю, ты все-таки не... Хотя... Посмотрим. Я так и знал. Мне Яндекс.Еда звонит. Это в которую еще играл Купленов, Витек. Один играл в VR, другой играл просто так. И она реально без калопа не проходится никак. Мне Яндекс.Еда звонит, подожди. Отвечай скорее. Да, сейчас. Алло. Алло. Зачем ты меня позоришь? Что, слышно? Да, очень сильно. Алло. Сказать, что Куки нет. Печенек. А, Кук. Но Куки есть у Сливки Шоу. В общем, ребята, мы появились. Точнее, пока что только я. Опа. Здрасте. Настюх, привет. Это ты? А че ты такой страшная? Я? Да, ты. А где привидение? Давай. Че? А где привидение? А че ты так спешно двигаешься? Ну что ж, в этой игре мы играем роль охотников за привидениями. Нам необходимо исследовать помещение, в котором, по слухам, водятся призраки. И предъявить доказательства. А именно, нам нужно сфотографировать призрака. Понять, что это за тип привидения в этой игре. Фаттл Фрейн, кстати, такая была шняга по фотографированию призраков. Его активность и доказать это. За это нам заплатят деньги. Поэтому мы вот такие вот охотники за привидениями. Я и вот эта вот леди. Леди, повернись. Я говорю, ты хочешь на клавиш. Леди Энбрэд. Ты тоже. Ты в пиве. Молодец мой, давай прямо. Это, смотри. Ты рыба. Монитор, на котором написано рассудок группы. Вот мой и вот твой. А я уже что ли не в себе? А, нормально. Пока что у нас рассудок группы нормальный. Но с каждым заходом, так скажем, в этот дом, нам нужно следить за процентажом рассудка группы, чтобы он не упал ниже какой-то отметки. Потому что если он упадет слишком низко, это значит, что мы сходим с ума в этом доме с призраками. И можем совершить самобийство. Здесь есть общая активность. Здесь показывает сила призрака. Но пока что призрак не активен. А вот это карта дома, в которую мы сейчас пойдем. А что молчишь-то? Зая. И тело говорит все за тебя. Что это? А что происходит? Я не знаю, Макс. Я себя не вижу. О, а тут какие-то задачи расписаны. Смотри. Да, давай смотреть скорее. Определить тип призрака. Нам нужно сфотографировать призрака. Сфотографировать призрака. Я умею читать, да. Я узнала еще кое-что. При жизни призрака звали Джорджи О'Харрис. Этот призрак отвечает всем, кто пытается синичнициализацию. Призрак-призляция, когда их называют по имени. Не забывайте про журнал, записывайте любые... Походу, ты призрак. Тебя нужно изгнать. Мы сейчас, блядь, горжемся, нас убьют здесь. Давай быстрее, что-то делаешь. Стой, подожди. Подожди, стой. Во-первых, в этом фургончик... Как ее терпит парень до сих пор, мне интересно узнать. ...в нашем, мы в безопасности, вроде как. А во-вторых, вот, при жизни призрака звали Джордж Харрис. И, в общем, суть в том, что эта игра слышит нас. Слышит то, что мы говорим. Если мы будем называть призрака по имени слишком часто, то он придет к нам. А давай приколимся тогда. Подожди, подожди, подожди. Круто, звезды, звезды. А если я сейчас скажу, что на мне белые трусы? Получается, эти самые будут знать, что у меня белые трусы. Ну да, а что? Это не так работает. Человек будет об этом узнать. Призак, это тоже программа, знаешь ли? В смысле, несколько миллионов человек. То есть, в смысле, блядь? А если... В смысле? Ну сколько людей посмотрят это видео? Кто меня слышит? А, что, я поняла. Я думала, любые игроки могут сейчас послушать других любых игроков. И я тут сижу и позорюсь все это время. Просчитать этот шрифт, слово написанное этим шрифтом? Да, да, да. Игра услышает. Ты так орешь, пи***ь, я чуть не сдохну только что. Да-да-да! Ты вот так сделал, зачем? Не делай, да. Я спокойно и разговариваю, вроде как. Да, ребят, в этой игре нужно разговаривать именно внутри игры, поэтому у Настя может быть немного плохой звук, но я думаю, что это наоборот погружает в атмосферу, потому что мы якобы разговариваем по рациям. Смотри, давай не будем пока не брать никакого оборудования, а просто пока посмотрим, что там за помещение. Ну, слушай, я думаю, в первый заход не будет ничего страшного, погнали. Смотри, как красиво, какое небо вон там, смотри. Классно. Правда, классно. Ну, как тебе домишко-то? Да ты очень страшно выглядишь. Я не хочу играть с таким игроком. Взаимно. Сейчас. Давай быстрее заходи на... Там было написано, не стойте долго в темноте, Макс, ты чё? Пойдём скорее. У тебя внешне смешно с твоим голосом совпадать, ты как бабка какая-то. Макс, вас убьют сейчас, блядь, я пошёл в фургончик. Подожди. Я хочу проверить рассудок. Я открываю. Темно. На мае. Идём, я включил свет. Макс. Что? Пиздец. Почему? Чего делать надо? Сейчас узнаем. О, смотри, тут липучая мух. Мухолоска липучая. Я сейчас обосрусь, какие трусы валяются. Это твои, походу, призрак. Призрак тебя тебя услышал. Это боксер. Это твои трусы лежат. И это вообще тряпка какая-то. Да давай, не смешно. Стой, нам нужно фонарик взять. О, всякая тряпка. Фонарик, бери. А как мы будем его фоткать? Камеру тоже надо взять. Ну давай, да, сразу возьмём. Я возьму вот эту большую. Возьми вот этот детектор, который вот этот вот, белый. А что это? Ну это детектор паранормальной активности. Всё, идём. У тебя, кстати, фонарик ультрафиолетовый. Тут свет почему-то выключен. Теперь. Смотри, картины какие красивые. Да, очень красивые картины. А тут нет щитка, знаешь почему? Потому что тут на рандом всё. Я просто смотрел летсплей по этой игре. И у чувака был щиток здесь. А его тут нет теперь. Ты куда бегаешь? Я опять тебя потеряю! Я тебя потеряла! Я не маню, где ты, мне страшно! Я сзади тебя. Слушай, Макс, я сейчас взяла вот эту белую штуку, которую взяла с собой. Переучила на неё. Тут стул лежит! Ну да. Ну походу кто-то подбухивал. Огурчики-то смотри, свежие. Блин, ты тут огромный дом. Где этот щиток сраный искать? А, ты чё меня бросила? Ты меня бросила! Ты меня всё равно не услышишь! Бл***ь! Ты здесь уже? Смотри, тут на карте же показан щиток. Вот он, где находится. В самом углу в правом верхнем. Нам нужно дойти до него и включить его. Короче, я придумала. Чего? Ты идёшь в дом, ищешь щиток, включаешь, а я слежу за твоим рассудком. Ах ты, сучка! Твоей гардеробной? Ах ты, сучка! Это плохая идея, потому что есть тут такой призрак, который нападает на тебя, если ты разделяешься, если ты один. Поэтому идём вместе, всё, погнали. Давай просто вот пойдём, нам нужно сейчас выйти вперёд, потом направо, потом вперёд, потом направо. На второй этаж, по-моему, надо. Всего лишь-то. Идём за мной, Настя, быстрей, быстрей. Ты чё нафоткаешь? Не время для инстаграма! Я нашёл щиток! Всё, свет есть, отлично! Так, лучше. Да, но я просрала кадры на сутапарате, я нафоткала, хоха, ты говна уже. Поздравляю. А где мой фонарь? Да нет у тебя фонаря. На плече, почему? А, или ты свой ищешь, на колёсик попробуй найти. Я уже ищу колёсик, у меня фонарь просрался, понимаешь? Так ты его выбросила, а вот он лежит, смотри, как он антуражно лежит. Иди, подбирай. Мы одни! Чего? Мы одни! Чё происходит? Подожди, играй! Громко слишком! Я один в комнате! Я... Блин! Иди, открой дверь со своей стороны! Да у меня нет цвета! Иди быстрей! О, да свет у меня, потому что тут... У меня нет цвета! У тебя в комнате свет включен, в отличие от меня! У меня нет цвета в комнате, ты слышишь? Так попробуй открыть мне, и мы вместе включим. У меня нет цвета, как я тебе открою! О! Я включил свет. А почему на V нажимаю как будто? Иди, иди, быстрее! И идём, наверное, в фургон. Нам нужно всё переварить, что мы сейчас увидели. Я ничего не увидела, но я бы сралась очень сильно уже. Потевина. О, свет! Слава... Да кто его выключает? Я не знаю! Уходим, а чё вы нахуй? Стой, а ты не ты сейчас выключила? Просто я нажала, а ты, наверное, тоже хотела нажать. Ничего я не нажимала, только если я спиной или с животом, или чем я обычно задеваю. Я не знаю, может быть случайно задела. Как отсюда выйти, Макс? А дверь-то закрыта. Давай следовать комнату. Макс, сейчас пиццу привезут. Курьеры пиццу привезут сейчас, как я люблю. Стой, посвяти своим фонарем на картины, может мы что-то увидим. Я ничего не вижу. Попробуй на эту. Ничегошечки. Ты даже не изветила. Так, ну, видимо, нам нужно в этой комнате что-то делать, раз нас не отпускают. А вон та дверь, она была закрыта, да? Я не знаю, я боюсь смотреть. Я слышу шаги, Настя! Я слышу шаги! Я слышу шаги! Я не могу! Я не могу! Я вижу. Вон она идёт. Сущность в виде гномика сейчас будет. А! Сучка! Я думаю, что притихло? Быстрее иди, дура! Сейчас нас сожрут! Я включу светок. Я включаю свет. Всё, мы спаслись. Круто. О, зажибись! В этот раз у нас есть еда. У нас есть, Сук, ты здесь? Да, ты жрёшь? Ну да, а ты? Я тоже. Круто. Сейчас вторая попытка. Видимо, в первой попытке у нас призрак был Мара. Это девушка, которая не любит свет. И поэтому она нам постоянно его выключала. Не знаю. Поэтому в этот раз мы попытаемся всё же хоть что-то выяснить о том, что здесь происходит. Кстати, вот тут всякие вырезки из газет. Типа, что с этим домом происходило. Интересно, да? А как тебя зовут? Меня зовут Стейси, и я из третьего колледжа. А ты, видимо, уже с пятого. А что присела-то на картаны? Почитать. Я Стейси недотрога с третьего курса, а ты? Ты мне говоришь? А кому, блядь? Леонид, я думал, ты читаешь вырезки. Чего? Ты ржешь? Нам надо идти. Давай у тебя камера сейчас перегреется, а у меня зарядки тянет. Давай. Извини, конечно, Анастасия, но ты дура, реально. Проблема видеоблогеров. Говорю, проблема видеоблогеров. Да я слышала, я говорю, пойдём. У тебя лобили пичные, белые. Я жаль. Тя, погоди. Я весь оплевался тут колы случайно. Третья попытка. Да я пойму. На самом-то деле уже, потому что нас игра вылетела. В этот раз щиток находится на первом этаже, но только слева. В самой дальней комнате. У нас новый призрак, его теперь зовут. Линда Гар... Гарция. Твою мать, у нас ещё не обладают цели. Стать свидетелем паранормального явления. Линда Гарсия. Знаешь, что значит? Что нам придётся дождаться паранормального явления. И всё, сейчас мы будем действовать ровно по задачам, чтобы попробовать пройти эту игру. Готова заходить? Нет. О, тут даже свет работает, смотри. Из тех целей я запомнил только то, что нам нужно стать свидетелем паранормального явления. Давай становиться свидетелем. Нам нужно зажечь благоргоний, остановить призрака при помощи распятия и стать свидетелем... Эээ, свидетелем явления. О, галоши тут. Как ты это запомнила? Я вас сразу же просто. Ты слышала? Не нравится эта задача. Ты слышала, что только что кто-то сказал что-то как будто? О, смотри, как классно теперь тут. Тут можно и на это... Я что-то только что слышала. Ты слышала? Я тоже слышала. Я не знаю, сейчас обострюсь. Может быть это ступеньки? Послушай. Да, это ступеньки придут. А ты запомнила имя? Я не знаю, поймёт ли нас играя. Просто не знаю, как эту фамилию произносить правильно. Линда Гарция, либо Гарция. Гарция, Гарция, Попробуем это. Гарция, тигра, зажавшийся кот. Я, со своей подружкой, Алексой, и чем в страшный дом с привидениями. Почему тут... А банка лежала? Банка нет. Давай поймём вообще, кто жил в этом доме. И давай найдём Линду на фотографиях. Может быть она есть на фотографиях. Линда Гарция, приди. Вы***ть. Ну смотри, призрак вообще не выключает нам свет. Это же хорошо. Выключай. Почему? Это ты включил? Да. Давай я в котельный поставлю камеру. И мы, когда пойдём в фургончик, мы посмотрим, что она снимает, эта камера. Я её сейчас вот так вот поставлю. Так вот. О, попробуй сфоткать вот эту комнату котельную. Зачем? Ну просто. У меня есть фотка теперь. Там что-то есть? Смотри, там что-то беленькое есть. А вот в реальности этого нет. Нет. Это телек как будто там работает на фотке. Да. Нет, это вспышка. Думаешь? Это как будто телек там помехи, а в жизни не от этих помех. Ничего нет этого, ты что говоришь? Пойдём отсюда, в жопу отсюда. Давай вернёмся в фургончик, посмотрим на запись. Я возьму дневник, оставлю его здесь в комнате. И потом мы подождём, возможно призрак что-то напишет нам в этом дневнике. Я взял дневник. Давай посмотрим на камеры. Во, смотри. Так, так. А где наша та камера? Я её что, не включил? Да всё, б***ь! Я её не включил. Ну ладно, идём, я включу, заодно дневник положу. А давай ты сходишь. Типа проверим, может быть, что-то призрака, который хочешь, чтобы мы разделились? А ещё та, сучка, капец. Кстати, тут можно по рациям ещё общаться, и, по-моему, дальше расстояние работает. Нужно Б зажимать. Давай я отойду подальше и попробую. Макс, это в окне мелькнуло там. Реально? Я не знаю, возможно, меня глючит, но я сейчас сегодня обошралась. А так меня слышно? Да, плохо. Нажми теперь так же ты на Б. Говорю. Вот видишь, зато мы далеко теперь сможем так общаться. Класс, я ты. Так, приём, я зашёл в дом, слышно меня? Слышно тебя. А вот тебя уже не так хорошо слышно. Нет, ты видишь меня? Привет! Нееет! Давай быстрее, бл**ь. ААААААА! Тут. Алло, прием! Короче, захожу в комнату, дверь закрывается, свет гасится. Но свет я уже включил. Он упал за дверь, в другую комнату и в итоге я теперь его достану. Это значит, что мне его нужно щас будет доставать? Да! Да. Да, ты теперь должна спасти меня и открыть эту дверь как можно быстрее. Иди в дом. А ты иди ко мне в комнату сейчас, и мы с тобой вместе пойдём. Я не могу, у меня дверь закрыта. Ты своими ногами иди сюда. Как? Мать, ты иди в дом, ты должна мне открыть эту дверь, и ты сможешь её открыть с другой стороны. Я сейчас смогу сдохнуть от страха только вам. Да у тебя там свет есть, давай иди. И как можно быстрее. Я ничего не понимаю. Я тоже сейчас не понял. Настя, давай быстрее, он меня сожрёт. Он же любит, хочет, походу, то, что мы раздельно находились. А нам нужно быстрее соединиться снова. Так, чё ты хотел сказать-то? Я говорю, иди сюда, в комнату. А, да нет, иди сама. Нет. Видишь, заперта дверь. Пожалуйста, пойдём. Нет. Меня убьют по дороге, Макс. Никто тебя не убьёт. Я не хочу в нас смотреть, нахуй. Вот теперь иди быстрее. Он здесь, он тебя не будет трогать. Он тебя не будет трогать. Пойдём, пойдём. Да он здесь. Он не здесь. Он здесь. Он здесь. Он свет опять моргает, Настя, быстрее. Да я сейчас умру от страха, Макс. Да я сейчас умру в реальности. Лёша! Настя! Нет, Лёша! Настя! Дура, ёб твою мать! Почему мне Настюха-то вот так вот зашла спокойно? Открыла дверь подружки Алексея. Точнее, Стейси. Всё, иди. Меняемся. А если она сейчас запутать вдвоём? Ну, это уже будет наша общая проблема. В общем, я ставлю дневник сюда. Давай. Чё рация показывает? Да ё-моё. Так. А как её зовут? Ой. Линда! Линда, Гарция, приди! Гарсія! Она пришла! Ооо! Да нуу! Она пришла! Ооо! Она сзади тебя, Настя, она сзади тебя была! Хорош! Она сзади тебя была! Она ушла, всё. Она ушла. Оооо, она ушла! Твою мать! Это было прям жесть. Это сработало. Я не думал, что это сработает. А где она была? Она страшная? она была в пижаме какой-то и сзади тебя стояла вон там где записка может он что-то написала кстати нет она ничего не написала вот мне кажется она все-таки мне кажется это ее комната так ну смотри во первых одну задачу мы уже выполнили стать свидетелем что ты у этой игре фпс он очень сильно проседает пипец не серьезно вы тоже это заметили что иногда у игры очень жестко так проседает fps эффект слайд-шоу происходит ой сломался походу это самое как его там щиток нам нужно ой я фонарик потерял походу а что это такое настя ты чего умерла меня убили да я даже не увидела как я ухожу в фургончик я ухожу в фургончик а дверь-то заперта меня сбатерли здесь а ты умерла что мне делать-то зашибись мне кажется это благовония нужно добавлять там как бы начинаешь игру то можно добавлять предметы которые ты с собой берешь типа покупать мне кажется нам нужно было купить откуда мы могли знать что нам нужны благовония не знаю линда гарция должна была нам сказать ты голос сорвал по ходу себя мы оба призрак тень же есть да это была тень но при этом там было еще в пижаме девка жопа тогда полный тогда там много девок раз у тебя разум падает они еще были рассудок точно ниже десяти процентов под конец дня здесь вам понравилось это видео мы переходим в режим так себе сейчас слышали в моей рубрике мы в конце точнее я в конце оцениваю игру по степени страшности от 0 до 10 сам был как всегда я брайан и баба люся точнее а также product placement пепси очень сложно делать реакции на летсплей особенно брайана но надо как вот с одной реакции надо просто в этот вкус войти тогда возможно следующий летсплей будет годнее то есть ну скажу честно предыдущий летсплей был гораздо лучше чем этот во первых это долг во вторых когда байан один с ним гораздо лучше все это дело делается чем с анастасис то есть вроде бы они созданы друг для друга но в то же время анастасис порой бесит и сейчас опять и ко мне по поводу дизлайки за то что я ее так вот оскорбил как это было в видео про китай и китай про японию где там также типа оскорбил за то что они не смешные катю клэп и анастасис но это уже в прошлом это возможно то прошлое вернется и в этот ролик этом все я пока что передвину свою камеру обратно вот вот так разверну свою камеру и на этом все